Всем привет, друзья! Ваша любимая рубрика «Разоблачение». Вы уже много раз просили меня сделать разоблачение на кабанчика, и вот оно. Я посчитал, что он интересный персонаж для этого выпуска. Это парень, который в 17 лет, пожалуй, 200 килограмм, и, как он утверждает, в натураху. Получается, он сделал этот рекорд при собственном весе 105 килограмм. Многие скажут, да какая проблема, он же жирный, просто как свинота, заплывший. Типа, о какой фарме речь, блин? Ну, жира набрать может каждый. Жир этот набрать может каждый, конечно, но вы посмотрите, сколько у него и мышечной массы под этим жиром. Это вам не хрен собачий, там реально очень большие объемы, собственно, за счет которых он жмет такие большие веса. И в этом выпуске мы по полочкам разберемся, можно ли в таком возрасте набрать такую массу и также пожать такой огромный вес. Ведь 17 лет — это всего лишь ребенок, у которого молоко из сиськи на губах не обсохло. Для начала я предлагаю погрузиться в его историю, да, как у него все начиналось, сколько он весил и так далее. Кусочками вам покажу самые интересные моменты. Папочкой к бабушке. Мне так повезло, что у меня бабушке две. И весь этот отпуск, а там, получается, мы поехали на месяц-полтора раньше мамы. И за этим месяц-полтора я раскабанел жестко. То есть вот пять лет, все, начался старт. Я жестко потолстел, и вот до 15 лет, до 15 лет, у меня был лишний вес. Обычно это было либо первая, либо вторая степень ожирения. Она, типа, то уменьшалась, то увеличивалась сезонно было, особо не контролировать. Меня это, ну, особо не парило. То есть я с временем привык, ну и нормально. Но потом пришел 20-й год. Карантин, карантин, карантин такая вещь. Мы уехали, получается, 1 марта. Друзья, я вам одно хочу сказать. Вот в детском возрасте из всей жизни человека идет самый бешеный метаболизм. Потому что человек в детском возрасте растет. У него активно тратится энергия на рост. Родители не просто так заставляют детей больше кушать. Потому что чем больше энергии вы потребляете, тем лучше будут происходить процессы в вашем организме. Энергии на рост тратится огромное количество. Поэтому ситуацию, которую мы увидели у этого персонажа, да, ожирение первой-второй степени в пятилетнем возрасте, это является не нормой, а скорее является отклонением, либо какой-то уникальностью. С 1 марта по август я была у бабушки, то есть полгода я была у бабушки, я жестко разжирел. И когда я вернулся с отпуска к себе сюда, я в 15 лет весил 94 килограмма, это была вторая степень ожирения. И ладно, вы меня особо-то не парило в какой-то момент, но мы сдали анализы. Вот вы приходите в школу и часто ли вы видите чуваков 15-летних, которые весят 94 килограмма? Это опять же говорит либо об отклонении каком-то, либо об очень медленном метаболизме, что является уникальностью. Потому что встретить вот в 15 лет огромного жирного чувака, это прям большая редкость, реально. И хочу напомнить, в 15 лет также организм активно растет и тратится очень много энергии на рост. Поэтому если у чувака хватает энергии, чтобы еще и жиреть до 95 килограмм, ну это блин, ну либо уникальность, либо отклонение, как я уже и сказал. И я увидел, что у меня, ну, значение сахара в крови на верхней границе. То есть я понимал, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и я мог получить сахарный диабет. Да при ожирении инсулинорезистентность возникает, и вообще проблемки начинаются со здоровьем, я вам так скажу. Поэтому, как мы видим, в этом случае это нифига не является нормой, потому что если предсахарный диабет уже был, ну это такой звоночек печальный. Меня это, естественно, очень испугало. Я очень-очень-очень распереживался по этому поводу и понял, что, ну, пора что-то менять. Тогда была моя самая-самая-самая первая сушка-похудение, то есть там было все вместе. Я не считал тогда калорий, за первые два месяца скинул 10 килограмм. То есть я встал весить типа 84-85, но это тоже было много, потому что там был большой процент жира. Все равно был очень большой процент жира. С ноября, примерно по мае, я дальше сбрасывал, сбрасывал, тоже без подсчета калорий просто урезал. Сладкая, мучная, жирная, ну и все остальное. Соленая тоже. И в мае я понимаю, что вес встал. А вес был тогда 78 килограмм, я понимаю, что, ну, все равно много, нужно сбрасывать еще. И тогда я начал снять калории. Это был май 2021 года. Потом я уехал к бабушке и нет, я не набрал, я подсушился. Три месяца я сушился и ушел до 65 килограмм. Вот, то есть суммарно за год я скинул 30-ку. И тут я смотрю, 65 килограмм, ну, что-то, ну, что-то прям дрыщ, прям, что-то прям маловато. Прям, прям очень худой, прям аж страшно смотреть фотки где-нибудь здесь. Это абсолютно нормальный вес для 16 лет. Прям абсолютно нормальный, даже в 16 лет многие люди весят намного меньше. Я в 14 лет весил 49. Здесь прикреплю, посмотрите, ну, это было не круто. То есть бицепс 32 сантиметра подвечья, 27, та иногда была 70-71 примерно. То есть, ну, ладно, ну, прям, ну, прям очень худой. Я понял, что нужно набирать. Чувак вообще даже не представляет, что это такой очень худой. Он в 16 лет выглядел абсолютно нормально, блин, как все, в принципе, люди адекватные, да. Не супер слишком худой и не супер слишком жирный. Ну, типа, обычная форма. И тогда начал самый-самый первый массонабор. Именно не жиронабор, а массонабор. За 3,5 месяца я набрал 20, давайте посчитаем, 23 килограмма. Я набрал 23 килограмма за 3,5 месяца. При весе 65 за 3,5 месяца набрал 20, сколько? 23 килограмма. Это обосраться можно. Как мы видим здесь по фотографии, набрал он явно не мышц. Конечно же, это большая жировая масса. И тут явно дело не в фарме, что он набирает быстрый вес. Опять же, естественно, это связано с генетическими особенностями. Скорее всего, у чувака очень медленный метаболизм. Раз он за 3,5 месяца набрал 23 килограмма. Это обосраться как много. Нормой считается за первый год тренировок набирать 12-15 килограмм. Чувак за 3 месяца набрал 23 килограмма. Это просто жесть. Многие челики потом удивляются, как же чувак набрал 105-120 килограмм собственного веса. Потому что ему это дается вот так вот просто. Я жал 50 на 15 раз. 50 на 15. Через 3,5 месяца я уже жал 100 на 4. То есть, как бы, 50 на 15, 100 на 4, всего лежит 3,5. Ну, кстати, для 65 килограмм, для новичка, который только в зал пришел, типа, 50 на 15, это очень хороший результат. То есть, большинство людей, большинство пацанов, которые приходят в зал, они, типа, жмут там 30. Даже при весе 80 килограмм можно 30 жать, типа, на пару раз, не знаю, раз на 5, на 6. А тут чувак 50 килограмм на 15 при 65. То есть, у него уже в том возрасте были хорошие задатки к жиму. То есть, он считает, что это маленький вес, да, 50 на 15, но это очень неплохой вес для новичка, который только в зал пришел. Месяца нормально. Тогда я тоже считал калории, потому что вот на сушке я считал калории, на восстановоре, думаю, тоже буду считать калории. И считаю, считаю, кстати, до сих пор. Скоро стукнет 2 года, вот в мае 2023. 2 года ежедневного подсчета калорий. Кстати, гайд на учет калорий есть в телевом канале по ссылочке в профиле в описании. В описании. Посмотрите, вам будет полезно. Набрал я 24 января 2000. Я не понимаю, как он считает калории, если у него по большей степени жир растет, да, что тогда жир рост, что сейчас жир растет. Ну, типа, какой смысл, как ты считаешь калории, блин, на массонаборе, что у тебя один жир прет? Ну, не один, конечно, мышц тоже много, но в основном это жир, блин. 22 года. Собственно, я понимаю, что пора сушиться. И вот я потихонечку снижаю калории. С 1 февраля начинается сушка. Сушился я, получается, даже не 3 месяца, а 2 месяца и 2 трети, получается. Потому что я закончил сушку 20 апреля 2022 года с весом 80 кг, процентов жира около 15. Видео, опять же, где-то прикреплю, посмотрите. Вот. Собственно, сушиться умею, сушиться могу. Мне вот интересно, почему он рассказывает про снижение калорий. Челик, походу, не знает, что баланс БЖУ играет наиболее важную роль в сушке, чем снижение калорий. Не ясен, хрен у него, как бы, ну, мышечная масса хорошая, да, и, как он говорит, сушиться умеет, но баланс БЖУ это основа сушки, вообще-то. 80 кг, вроде бы хорошо, вроде бы и баночки хорошие, типа 41 см, там и веночки что-то есть, что-то, ну, вроде что-то есть, да. Печи 34, все хорошо, вот, все прекрасно, я вроде доволен, но, но что-то дрыщ, что-то мало, что-то вот, знаете, маловато. И тут я решаю устроить адский массонабор. Я жду отпуска, опять же, уезжаю к бабушке, но тут уже я работал по-умному, по-другому, тут мы не обжирались, а считали калории и набирали массу. А массонабор начался 3 июня 2022 года, приехал к бабушке 1 числа, но вот 3 числа мне пришел криотин, я такой думаю, ну, буду набирать, что. Июнь, я начал пить криотин 3 июня, и первые 10-11 дней я ничего не чувствовал, ну, потому что криотин копится в организме, выходит на нужное значение. И тут, и тут, 11 июня, и я смотрю на весы, и вот, точнее, с этого времени ослеживать вес. С 11 июня по примерно 24 июня я набирал полкилограмма в день, то есть 2 дня килограмм. Я прям жестко начал распухать, расти у меня буквально, получается, за 2 недели же, 2 недели, да? За 2 недели у меня выросли баночки на 2 сантиметра. Чтобы вы понимали, да, по килограмму за 2 дня, то есть это насколько медленный метаболизм у чувака, чтобы он мог так быстро набирать массу, это просто обосраться можно. Ну, типа, понятно, что это жир растет, скорее всего, да, килограмм за 2 дня, мышцы так быстро тупо не растут, но все равно, это просто бешено-медленный метаболизм. И, в общем, суммарно вы хотите 5 500, 5 600, смотря сколько я потратил, потому что это очень часто ошибка на вас аналоге, когда вы не учитываете свою активность. Вы, допустим, набираете массу, у вас 3 тренировки в неделю. И получается такая фигня, что у вас, кроме тренировок в зале, еще и, допустим, баскетбол. Мне такие клиенты писали. Короче, Челик при очень медленном метаболизме наваливался на калории, то есть он ел по 5 500, по 5 600 калорий. Такова вероятность, что он при этом следил за БЖУ. Вероятность, скорее всего, очень низкая, потому что его заливало бешено жиром. Очевидно, что если ты много калорий хаваешь, да, у тебя большой профицит, то ты будешь набирать. Но что будешь набирать, мышцы либо жир? Можно питаться в маке просто 24 на 7 и раскабанять, как свинота. Ну, как бы, ну что это за масса? Он сказал, что он набрал до 120 килограмм, и при 120 килограмм он реально был прям жирный-жирный заплывший. Я предполагаю, что он вот, как и говорит, да, считал просто калории. Чем больше калорий, тем лучше, блин. То есть пиццы жрал, там, бургеры и всякую дичь. Ну, это понятно. Про БЖУ он даже не зарекается. А все мы знаем, что качественная масса будет расти от правильного соотношения БЖУ, а не от калорий. Как бы можно жрать просто каждый день шоколадки, да, тоннами, и ты будешь набирать, естественно. Но что ты будешь набирать? Дальше он говорит, что за один год-четыре месяца он набрал плюс 55 килограмм. 55 килограмм! Ну и, соответственно, 70% из этого, конечно же, был жир. Потому что рельефным он будет при весе, скорее всего, 85-90 килограмм, но точно не при 120. То есть мы уберем 30 килограмм жира, и вот получится рельефный мышечный чувак. Опять же, сделаем вывод, что он следил только за калориями, и типа масса набора у него вот такой вот был. Но, тем не менее, мышцы есть, базара ноль. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть анализы кабанчика. Он сдавал анализы, посмотрим, что как. Так, начнем. Давайте разберемся, почему же кабанчик натурал, а не химик. Во-первых, обратим внимание на уровень тестостерона кабанчика. Вы его видите сейчас на экранах. Он чуть-чуть больше 12 наномоль. При этом нормальные значения для здорового мужчины под 5. При этом 12 наномоль для 17, либо там 18 лет, это просто дичь на самом деле. Потому что у меня в 30 лет 24 тестостерона. 12 это... это 50. Это 50. Это очень мало. Прямо это капсда. До 27 наномоль. То есть мы видим, что значение тестостерона кабанчика даже ниже средней 0. На самом деле нормальный тестостерон считается 30-35 у здорового, мощного мужика, брутального. 30-35 это хороший уровень тестостерона. 12 вы сами понимаете, что это такое. Это просто ничто. Какое использование экзогенного, то есть тестостерона в инъекциях мы можем здесь видеть? Никакого. У химиков же значение тестостерона превышает 120 наномоль. Например, в инвитро даже нельзя вычислить точное значение. Лаборатория просто напишет больше 120 и все. У кабанчика же 12. То есть мы понимаем, что у химиков значение тестостерона в десятки раз больше. Во-вторых, показатели гормонов фолликолостимулирующего и лютеинизирующего в норме. Что это значит? Это значит, что тестикулы нашего кабанчика работают так, как нужно. Давайте посмотрим, что сказал Дмитрий Савастьянов по этому поводу. Я специально написал узнать, потому что он шарит в анализах очень хорошо. Он пишет. Вообще похоже на анализы после курса. Попил кламидик или ХГЧ поставил. Уж больно низкие значения ЛГФСГ. Но утверждать не буду, может у него изначально гипогонадизм. Вот. Это тоже возможно, кстати. Как мы знаем, да, у него какие-то отклонения. Прям с детства идут, что у него ожирение первой и второй степени. Вполне вероятно, что у него просто отклонения по здоровью. В чем же проблема? Проблема в том, что у химиков они работают или частично, или не работают вовсе. Почему так происходит? Наш мозг понимает, что ему поступает экзогенный тестостерон. То есть самому его вырабатывать не надо. Зачем тогда напрягаться и вырабатывать эти гормоны? Он прекращает выработку и наши тестикулы почти не работают. У кабанчика же все хорошо с этим. В-третьих, у кабанчика в норме и показатели крови, и показатели щитовидной железы. Что это значит? Это значит, что никакие анаболические стероиды не изменили реологические качества крови и не изменили работу щитовидной железы. В особенности тринбалон любит изменять у нас функции щитовидки. Угнетает выработку Т3, Т4. Соответственно, Т3 тиранина и тироксина. Вследствие чего можно распознать прием какого-то стероида. А также все анаболические стероиды так или иначе влияют на качество нашей крови. Например, повышается гематокрит, увеличивается количество гемоглобина и эритроцитов. Что, в свою очередь, приводит к более густой крови. Наверняка вы слышали, что у химиков кровь как кисель. Вот это как раз то, о чем я сейчас говорю. У кабанчика же все прикроет. Кстати, да, у химиков зачастую повышается очень сильно давление. Если не следить у врачей за своими анализами и так далее, то химики доводят себя до такого, что у них очень высокое давление. Я знаю чувака, у которого было 220 давления от фармы в 20 лет. Да, да, реально, из-за загустевания крови, скорее всего, вот и повышается давление. Красно. Опять же, никаких следов приема фармакологии мы здесь не видим. Но вы можете сказать, а у кабанчика повышенные... Блять, они понижены нахуй. Сейчас. А вы можете сказать, а вот у кабанчика понижены нейтрофилы и повышенные лимфоциты. С чем это связано? Вдруг он что-то принимает. На самом-то деле, эти показатели нам свидетельствуют лишь о том, что недавно кабанчик переболел. Каким-то простудным или инфекци... Что кабанчик недавно переболел каким-то простудным, например, заболеванием. Что у нас и было. Поэтому на это опираться мы не можем, это ничего нам не дает. Также обратим внимание на состояние печени кабанчика. Аланин аминотрансферазы и аспартат аминотрансферазы в норме. Это свидетельствует о том, что печень не была поражена каким-то токсическим влиянием каких-либо оральных анаболических стероидов. Такими как метан, туринобол, станозолол, оксандролон, оксиметалон и многие другие. Опять же, никаких признаков использования стероидов нет. Вы можете сказать, а почему повышен билирубин общий? Да, вот такой показатель есть. Я могу вам сказать, что это связано с застоем желчи, которое просто по генетическим факторам у кабанчика есть. Передается по отцовской линии. Это никак не может нам сказать, что он что-то применяет. Кстати, вот насчет применения. Я у Сарычева тоже узнал. Можно ли при 105 килограммах в натурах упожать 200 килограмм? Сарычев пишет. Так все просто, сводите его на полиграф. Сарычев вообще не любит разоблачения всякие. Но вам интересно, поэтому снимаем. И плюс на локотнике бинты. Это плюс 5-15 килограмм. То есть, без на локотниках бинтов, возможно, он пожмет, да, там, 180, может, 185. Вот такая вот дичь. И мы вот видим видео, да, в ТикТоке, где он жмет 180 килограмм на 6 повторений. Опять же, на локотниках и в бинтах. Поэтому они, как Сарычев сказал, придают немножко силы, так скажем. Плюсуют. Как сказал Дмитрий Савастьянов, это может быть гипогонадизм. А гипогонадизм – это недостаточность яичек, сопровождающаяся снижением уровня половых гормонов и характерными клиническими проявлениями, обусловленная органической патологией яичек. То есть, возможно, это просто патология, которая у него есть. За счет этого у него 12 всего лишь наномоль, тестостерон – это очень низкий. И при этом, как мы видим, он с детства набирает очень хорошо массу, что мышечную, что жировую, да, в основном это жировая, конечно. То есть, у него очень медленный метаболизм идет с самого детства. Вполне вероятно, что в данной ситуации это уникальность плюс какое-то отклонение со здоровьем. Да и тем не менее, можно в натураху жать два своих веса. Это как бы не что-то такое заоблачное. Поэтому в данном случае я могу сказать, что, скорее всего, он занимается в натураху. Если мы проследим его историю с самого детства, да, он очень быстро набирает массу и, скорее всего, очень быстро растут его силовые, что мы и слышали, в принципе. Я сомневаюсь, что он начал курсить в 16 лет, там и жиром заплыл, блин. Ну, конечно же, это просто генетически обусловлено. Поэтому вероятность, что кабанчик занимается в натураху, очень высокая. Я со свечкой не стоял, не могу сказать, что он на 100% химик, не могу сказать на 100%, что натурал. Но вероятность, что натурал, по моим соображениям, процентов 70 за то, что он натурал и 30 за то, что химик. Напишите свое мнение в комментариях, интересно, совпадет ли оно с моим. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Ребят, хочу показать прикольную штуку, так что не отключайтесь, это не реклама. Один айтишник взломал онлайн-игру, и мы уже неделю с друзьями вытаскиваем оттуда бабки через специальную программу. Решил поделиться и с вами, так как неизвестно еще, сколько это проживет. Думаю, недолго, поэтому поторопитесь. Ролик оставлю в этом квадрате, поэтому кликайте и начинайте зарабатывать лавешечку уже сегодня. Естественно, мы увидимся в следующем выпуске. Пока!